Для того, чтобы, ну, совсем уже, что называется, без купюр оценивать ситуацию в Украине, мне надо бы сменить гражданство. Вот в нынешнем своем состоянии я не очень хороший собеседник, но, тем не менее, уклоняться не буду и попробую. Ну, первое, я не уверен в том, что самый последовательный борец с коррупцией в Украине – это Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что украинское общество может составить конкуренцию Соединенным Штатам Америки, потому что именно публикации в СМИ, ну, берем того же самого Резникова, да, значит, именно публикации в украинских СМИ в значительной степени подняли вот эту проблему, так сказать, там, полушубки, яйца и так далее. Вот все, что стало, ну, сделало отставку Резникова, ну, практически неизбежной. Поэтому вот здесь я позволю себе с вами не вполне согласиться. Украинское общество является, и украинское гражданское общество, оно, как известно, сильнее государства в Украине, оно является не менее, ну, по крайней мере, мне кажется, даже более непримиримым борцом с коррупцией, чем американские вестиции. Это первое. Второе. Отдельно, что касается выборов в 2024 году в Украине. Я не уверен в том, что, вот, ну, да, приезжал один сенатор из Соединенных Штатов Америки. Сенатор, ну, с моей точки зрения, вот, диагнозом этого сенатора является трампизм, потому что он поддерживает Трампа. Для меня, вот, ну, опять-таки, я рискую здесь встретить возражения, но для меня человек, который поддерживает Трампа, человек, который сейчас заявляет о необходимости отказаться от всякой, я про Трампа сейчас, который заявляет о необходимости отказаться от всякой поддержки Украины, вот этот сенатор поддерживает Трампа. Он говорит, что он хотел бы, так сказать, чтобы Трамп стал президентом. Для меня это диагноз. И вот этот вот одинокий сенатор заявляет о том, что в Украине должны произойти выборы. Да, честь ему и слава, то, что он приехал в Украину и то, что он это делает в Киеве. Но, тем не менее, с моей точки зрения, это, ну, я попробую сейчас избежать каких-то резких терминов, оценивая эту позицию. Мне кажется, это по меньшей мере странно. Зеленский уже дал ответ на этот вопрос. Он сказал, что, в принципе, он готов, но для этого нужно, так сказать, ну, нужно ответить на несколько вопросов. Проводить выборы в стране, у которой 20% территории оккупировано, у которых примерно, если считать и внутреннюю миграцию, и внешнюю, примерно треть населения находится не по месту своей жизни, то есть потеряли дома, а значительная часть похищена в Россию или вынуждена была уехать в Россию. То есть они уже не примут участие в голосовании. Огромные коллеги, несколько миллионов находятся в Европе. И как организовать, когда они рассеяны, как организовать выборы там, по всей Европе установить избирательные участки, значит, тоже вообще вопрос непонятный. Наконец, на фронте и прифронтовой полосе находится миллион украинцев. Это цвет украинской нации. И значительная часть из них, в общем-то, если речь идет о выборах, в том числе и в Верховную Раду, они, в принципе, достойны того, чтобы принимать участие, и какая-то часть из них могла бы стать депутатами. А здесь, ну, фактически понятно, что они лишаются возможности вести избирательную кампанию. Ну и вообще, дебаты в окопах, это как? Это вообще на пользу украинской победе или против? Ну, короче говоря, если суммировать, здесь есть еще масса аргументов. Если суммировать, то, с моей точки зрения, проведение выборов в нынешней ситуации, не во всякой войне, тут ссылаются на выборы в Соединенных Штатах Америки в 1944 году. Но тогда у Соединенных Штатов Америки войны не было на территории США, не было оккупированной части Соединенных Штатов Америки. И, так сказать, ну, это была совершенно другая ситуация. Поэтому говорить сейчас, что, что называется, не важно, что война, но вот есть демократические процедуры, они выше войны. Ну, простите, демократические процедуры умирают вместе с жизнью человека. Когда человек мертв, у него уже нет никаких ни демократических, никаких других процедур. И поэтому в данном случае, вот с моей точки зрения, выборы в Украине в условиях войны, ну, это полное безумие, это самоубийство просто. Поэтому я считаю, что, да, безусловно, президент Зеленский находится в сложном положении, когда кто-то требует от него проводить выборы, значит, он должен сначала изменить законодательство, то есть сначала устроить, значит, в разгар войны устроить, ну, практически Майдан, потому что, да, изменение законодательства, это уже будет столкновение между теми, кто хочет сменить власть, и теми, кто хочет все-таки в условиях войны, что называется, довести до победы с этим руководством. Ну, то есть он должен устроить сейчас Майдан, по сути дела, общенародный, обсуждение смены, отмены тех законодательных препонов, которые не позволяют вести выборы в условиях войны. Ну и затем провести вот эту вот всенародную встряску, большую всенародную встряску, потому что выборы в Украине, это всегда кость в кость, это всегда железная критика, в том числе и руководство, и выяснение, а правильно ли воюют, значит, в любом случае здесь будет и критика в отношении, так сказать, военного руководства, никуда от этого не денешься. Вообще это в условиях войны, для меня один вопрос, это кому на пользу, Украине или Путину? Я абсолютно убежден, что это такой подарок Путину, которого не смог оказать никто из его ближайшего окружения. Юрий Александрович, я всецело с вами согласна. Я вообще думала о том, что это после того, как Зеленского не смогли устранить, никаким образом не напугать, не выдавить из Киева, нашли другую формулу, другой способ, другой инструмент, значит, попытаться его переизбрать. Но популярность его действительно высока, но вот теперь вопросы только к команде, насколько его команда сможет отстоять вот эту абсолютную невозможность, и конституционную в том числе, проводить эти выборы. Но тут президент, я вот возвращаясь все-таки к министру обороны Резникова, тут он подлил масло в огонь. Я так думаю, что Резников не ожидал, что его все-таки отставят, что президент примет такое решение. Накануне разгорелся скандал, такая перепалка с журналистами, и, значит, одному из журналистов-расследователей, вы знаете, Резников сказал, что я, значит, там Пари, заключу с вами Пари. И вот он проиграл это Пари, и, наверное, в отчаянии или от обиды делает вот такое заявление. «Один день войны обходится Украине в 100 миллионов долларов», сообщает он в прессе, отвечая на вопрос, почему граждане до сих пор скидываются своими деньгами на дроны и прочие необходимые для армии вещи. Но мне кажется, в такой ситуации нужно было бы быть осторожным и взвешенным в подобных ответах. Как вы полагаете, что говорит сейчас Резникова? Зачем он делает такие заявления? Мы все прекрасно понимаем, что война не обходится нам даром, но надо ли сейчас расшатывать и без того сложную ситуацию? Потому что для президента Зеленского любое такое заявление – это, конечно же, удар. Тем более мы понимаем, что Соединенные Штаты летят тоже отчасти для того, чтобы финансовые, денежные вопросы каким-то образом уладить. И на этом фоне совершенно молчит правительство, которое не оказывает никакой поддержки и не говорит о том, есть ли у нас внутренний ресурс, а в случае, если наши союзники каким-то образом уменьшат, оказывая ему сейчас помощь? Вы знаете, что касается вот сейчас каких-то высказываний, уже можно сказать, бывшего министра обороны Резникова, я не вижу какой-то вот… Ну, понимаете, все, это уже человек уволен. Он сам только что сам подал заявление об отставке. Ну, говорят опять-таки, что он будет, значит, послом, назначен послом в Великобритании, ну и, что называется, дай бог ему здоровья. Человек ушел. Поэтому я думаю, что это фактически его заявление сейчас уже на ситуацию вокруг президента Зеленского вряд ли могут оказать какое-то воздействие, потому что, ну вот, ушел человек, все. Его отставил фактически, хоть он там и сам подал заявление, но фактически инициатива об его отставке была от президента Зеленского. Поэтому те или иные заявления Резникова сейчас не оказывают на, так сказать, репутацию Зеленского никакого воздействия. По очень простой причине. Он больше не член команды Зеленского. Все, точка. Понимаете, Зеленский, что называется, вычеркнул его из своей команды. Посол Великобритании, да, это должность важная, но, собственно говоря, Великобритания и так без всякого дипломатического воздействия является очень верным сторонником Украины. Поэтому я не думаю, что заявления Зеленского как-то влияют на рейтинг, заявления Резникова как-то влияют сейчас на ситуацию с Зеленским. Что же касается того, как окружение Зеленского поддерживает его, я думаю, что оно поддерживает. Другой вопрос. Вот сейчас, я не знаю, откровенно говоря, я думаю, что вопрос сейчас главный не в окружении, а в гражданском обществе, потому что оно сильнее. Оно сильнее. Всегда в столкновении между обществом и властью выигрывало общество в Украине. Так Украина устроена. И поэтому я думаю, что сейчас, вы знаете, вот я пытаюсь поставить себя на место тех людей, которые находятся в окружении Зеленского и являются спикерами там, советники, офис, правительство. А надо ли сейчас вот так вот активно говорить, что не надо проводить выборы и так далее? Это ведь может воспринято как желание удержаться в своих креслах. И поэтому вот я думаю, что даже сделать паузу сейчас – это мудрая тактика. Но пускай в конце концов общество само решает. И я думаю, что людей здравомыслящих в Украине, которые понимают, что проводить выборы сейчас – это безумие, окажется больше, чем либо идиотов, либо конъюнктурщиков, которые пытаются использовать такую возможность и все-таки, ну, что называется, осуществить реванш. Потому что, ну, слушайте, я общаюсь с десятками тысяч украинцев, в том числе через социальные сети, со своими подписчиками, и знаю, что в Украине, да, есть какое-то количество людей, их немало, которые очень недовольны были в свое время, когда Зеленский был избран, не любят его, и очень ждут момента, когда можно будет, что называется, скинуть его и, там, избрать другого человека. И вот, значит, если сейчас правительство и окружение Зеленского будет, так сказать, активно, так сказать, противодействовать выборам, это будет воспринято как раз с точки зрения попытки, вот, как-то, как-то, так сказать, уцепиться за власть. Поэтому спокойно украинцы разберутся, я думаю, что никаких выборов не будет. Я на это надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok